ЧП произошло в этом доме в районе Одесской. На выходных в квартире на шестом этаже отдыхала компания молодежи. Гуляли всю ночь. Распитие спиртных напитков закончилось трагично. 17-летнюю девушку облили самогоном и подожгли. Ко мне прибежал мой сын и сказал, мама, там случилась страшная беда. И я, естественно, эта квартира сразу над нами. Естественно, я поднялась. Я сначала подумала, что вообще лежит мертвая девочка, потому что я вообще не поняла. Мой сын стоял и придерживал ей голову, чтобы она не опускала, не захлебнулась. В преступлении обвиняют соседского парня Павла, который присоединился к компании уже под утро. Мол, в пьяном угаре он облил девушку самогоном и поджег. Мать подозреваемого говорит, девочку её сын не знал. До того, как его забрали в милицию, Павел успел сказать матери, что невиновен. В словах сына женщина не сомневается. Рассказывает, он выпил буквально пару стопок. Уверена, от такого количества самогона опьянить он не мог. Соответственно, и совершит тяжкое преступление тоже. Моё подразделение одно. Мне сказал врач в больнице, что девочка была под наркотиками, потому что у неё были галлюцинации наркотические. Я так полагаю, что девочка была наркотиками, накачанная, спаянная, изнасилованная. И кто её палил, я не знаю, потому что мой сын туда поднялся утром. Извините за грубое выражение, гудели они всю ночь. Соседи обвиняемого характеризуют Павла исключительно с положительной стороны. Что случилось в тот злосчастный вечер, даже предположить не могут. Этот всегда здоровался, выходил, всегда с собачкой гулял. Про него тоже я плохого не могу сказать. Все они такие хорошие ребята были. А что у них случилось, что у них в голове. Он отслужил армию, был в охране, учился. Ему даже, по-моему, у него было разрешение на ношение оружия. Пострадавшая девушка получила ожоги 90% тела. Несколько дней она находилась в реанимации. Сейчас состояние 17-летней пациентки медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Юлю уже допросили правоохранители. Девочка утверждает, её поджог именно Павел. Наркотики она не употребляла, только алкоголь. Подтверждают это и врачи. Никаких данных о попытке, либо совершении с ней какого-либо насильственного полового акта у следствия нет. Наша потерпевшая находится в средней степени тяжести состояния. Она находится в сознании. Расследование ЧП продолжается. За умышленное покушение на жизнь несовершеннолетней подозреваемый может провести статогней за решеткой. Юлия Черная, Вячеслав Мавричев и Виталий Гнедый, Медиагруппа «Объектив».